Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на развлекательном канале Игробар. У микрофона Дмитрий Кубанец, и мы продолжаем проходить игру GTA 3. Давайте съездим к косовке и посмотрим, какая миссия нас ждет на этот раз. Так, снова не можем поймать машину. Ну вот, хотя бы это Сталин подойдет нам. Как я уже говорил, Сталин это масл-кар. Он управляется довольно тяжело. Его легко отправить за нос. И нелегко оттуда вывезти. Так вот, мы практически приехали. Останавливаемся, выходим из машины, идем на маркер и смотрим ролик. Так, мы увидели бассейн интересной формы. Кроме того, выяснили, что эта миссия есть Стёп Рокстар над серией игр Драйвер. А если быть точнее, то незадолго до выхода GTA 3 вышла в продажу игра Драйвер 2. Где по сравнению с первой частью этой игры было введено улучшение. Стало можно выходить из машины. Но походка персонажа этой игры, она была немерно довольно странна. И вот Рокстар высмеивает этого персонажа и всю серию игр в этой миссии. Ну а по сути, Асука сказал нам, что есть коп под прикрытием в их организации, которые работают в казино Кенжи. Ну и раз выяснилось, что он под прикрытием, то его необходимо убрать. Она пояснила, что вне машины он не представляет опасности. Поэтому главное разрушить его машину. Ну вот, мы почти приехали к казино. Так, снова даёт о себе знать моё отличное вождение. Столбов понаставили здесь. Становимся на маркер и смотрим ролик. Вот он бежит, наш Таннер. Отправляемся за ним и попытаемся уничтожить его автомобиль. Нам сразу даёт четыре звезды. Мы видим, что неплохо ударили и расстреляли его автомобиль. Осталось совсем чуть-чуть. Но нам мешают копы. Тем более мы едем на Сталлионе, а эта машина не для погон. Вот, снова развернуло. Так, загорелись, надо срочно выходить, иначе взорвёмся. Так, едет ещё один Сталлион. Надо быстро хоть что-то взять. Поэтому выбирать не приходится. Даём по газам. Я случайно переключил камеру, мне так ехать неудобно. Вот. Вернул прежнюю камеру. Чёртовы копы. Снова заставили гореть мою машину. Так, айдаха. Но её хотя бы не так сильно заносят. Продолжаем преследование. Таннер уехал довольно далеко. Снова копы пнули нас под зад. Так, дурацкие автомобили водителей. Ладно, возьмём мини-вэн. Ладно, возьмём мини-вэн. Где же этот Таннер? О, кстати, мы видим, что Туман на Станта не совсем другой. Не такой, как в Портленде. Рокстар не поленились. Создали отдельные эффекты погоды для каждого острова. Мне кажется, мы почти добрались до Таннера. Да-да-да, вот он. Слева на радаре. Нас расстреляют колумбийцы. Вот дьявол. Снова меняем машину. Это уже более тяжёлый крейсер картеля, и ему не так страшны удары автомобилей копов. Так, вот он, наш Таннер. Осталось совсем чуть-чуть добить его машину. Так, почти-почти. Коп перевернулся, туда и моя дорога. И ещё раз. Так, Таннер выходит из машины, и нам нужно его задавить. Вон он, голубчик, бежит. Так. И миссия пройдена. 20 тысяч долларов у нас в кармане. Ну, давайте после такой напряжённой погони съездим и сохранимся. Мы видим, что миссии Асуки на данном этапе пока закончились, поэтому в следующий раз мы отправимся к Кенжи. Выходим из машины и бежим на сохранение. Вот, спасибо большое всем за просмотр, ребят. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на наш канал. Дальше.